Любую, только не овсяную. Сегодня на завтрак каша пшенная, конечно, белая булка с маслом. Ребятки, приятного аппетита! Спасибо! Ольга Валентиновна много лет трудится в 36-м детсаду. Воспитатель свыше категории сегодня и за себя, и за нянечку. Проблема с кадрами давняя. Но тут жаловаться не привыкли. Дело первостепенное – детей кормить. Главное, чтобы хватило денег. Был период, было очень мало фруктов и овощей свежих. Сейчас и фрукты, и овощи, и соки детям дают. С 1 октября родительская плата за садик выросла. В день плюсом 20 рублей. В месяц выйдет почти 2000. Информацию довели до родителей. Ну, конечно, уже значительная разница есть. Эти же 450 рублей можно было на какой-то кружок потратить. Ребенка в студию, да, какую-то развивающую. Нежели на какие-то опять продукты иду. Последний раз повышение было год назад. Но цены растут, поэтому Управление образования приняло решение увеличить плату. Причем сначала среди родителей провели анкетирование. И большинство согласились, что на 60 рублей ребенка не прокормить. Тем более, что питание в садиках пятиразовое. Два завтрака, обед, полдник и ужин. Знакомьтесь, это наш пятилетний малыш. По нормам в сутки ему нужно 68 граммов белка, столько же жиров и углеводов. Больше всего 272 грамма. Но главное, говорят специалисты, это энергия. В сутки нужно 1970 килокалорий. Когда денег выделялось мало, то есть всего 60 рублей, специалистам приходилось экономить и вместо более дорогих продуктов закупать более дешевое. Кормили в основном макаронами. Но теперь денег выделяется больше. А значит, есть надежда. Родительская плата за питание возросла во всех детсадах без исключения. За малышей в день теперь будут платить 75 рублей, за старших детей 90. Больше всего стоит питание в садике для детей и больных целиакий. Там питание особое, злаковое, приходится заменять другими продуктами. И такое меню обойдется взрослым от 106 до 135 рублей в день. Чуть дороже всего на 4 рубля платить в садах, где есть бассейны. Играем с детьми в пионер-бол на воде. Вот у нас даже есть уголок. Мы играем в мяч. Это и с мальчиками, и с девочками. Педагог по образованию, инструктор по плаванию здесь тоже отвечает за все. Подготовить бассейн, воду набрать, слить и плавать детей научить. Кроме того, по правилам бассейн не может работать без медика. Этим и вызвано подорожание обслуживания. 4 рубля в день. Важно помнить, что родителям, как и раньше, область компенсирует часть оплаты за детсад. Это закон. На первого ребенка 20% компенсация составляет, на второго 50% и на третьего 70%. При этом полное содержание в дошкольном учреждении стоит почти 500 рублей в день. Именно такие цены предлагают в частных детсадах. А в муниципальных родители платят около 15%. Остальное поступает из бюджета. Достاء, доз VER, ОБЁДИТ, ОБЁДИТ! 小心 щель políticas на его�纏.